Евгения, добрый день. Помогите разобраться. Прожили с мужем в браке 23 года. Трое взрослых детей. Мужу 50, мне 46. Жили очень интересной, насыщенной жизнью. Начинали с нуля, всего добились сами. Год назад узнала страшную новость. У мужа на стороне ребенок, 5 лет. Если ему верить, сказал, что измена была 1-2 раза, в результате чего появился ребенок. Женщина, которая родила ему, была в двух браках, разведена, детей не имела. И вот в 40 лет рожает от моего мужа. Сказала ему об этом, когда ребенку исполнился год. Муж увидел ребенка только в 5 лет. Не хотел терять нашу семью, очень любил семейный человек. Любит нашу семью, не смогла выдержать всего. Из-за этого развелись. Ушла жить самостоятельно, благо я самодостаточная. Теперь обивает пороги моего дома, просит прощения и так далее. Город у нас маленький. Ходят слухи, что ребенок не его. Но зная своего мужа, насколько он скрупулезный человек, обмануть его вряд ли удастся. Тем более в таком вопросе. ДНК не делали. Странно, почему? Говорит, что ребенок похож. Но я знаю много историй, где ребенок похож, а отцом потом, оказывается, не является. У меня много вопросов. Первый. Если он сомневался, что этот ребенок его или не его, почему же он, не зная точно, рассказал нам с детьми все это, и таким образом потеряв семью? После того, как я узнала, он плакал неделю. Понимал, что это конец нашей семье. И второй вопрос. Не знаю, как мне быть. Простить в душе, как человека простила. Но как с ним жить дальше, не знаю. Не получается склеить. Что-то надломилось. Куда теперь эту женщину с ребенком? Я с ней встречалась. Она мне поведала. Семейный портрет. Эту женщину с ребенком теперь надо. Я, говорит, с ней встречалась. Она поведала, что любит его. И пусть выбирает, она сказала, мне, жене, который столько прожил с ним. Я знаю, он любит меня. Два-три раза встречались. Она говорит, люблю и пусть выбираю. Значит, не два-три раза встречались. О, Господи. Знаю, что он меня любит, и об этом знают все. Его мама, его друзья. Он не стесняется, об этом говорит всем. В глубине души у меня остались чувства, но сердце не верит ему. Пропало доверие. Ну, какой-то чужой стал. Пожалуйста, помогите. Очень вас прошу. Помогай. Я сейчас пишу терапия. 23 года хочет найти, вот знаешь, оправдание. Конечно. Конечно. Конечно, это время. Время надо. Вот я сейчас пишу терапию. Она называется для женщин. Она называется так. Жизнь после. После измены. После предательства. После какого-то, может, потери близкого человека. Иногда происходит в нашей жизни, приходит какая-то новость, и жизнь делится до и после. Было до, а теперь после. Как для мужчины? Для мужчины у него, у них как? Если простила, пошли жить дальше, он приходит, как ни в чем не бывало, и живет как раньше. А женщина, она уже другая. Так же, как женщина. Почему мужчины часто вот этот, почему кризис называют, когда женщина рожает ребенка, вот этот самый страшный кризис, когда мужчина может там погуливать где-то. Потому что он до этого женился на одной женщине, она забеременела, и с момента беременности с ней что-то стало происходить. Потому что у нее была жизнь до и после. Все, она формируется в другую женщину, абсолютно. Могут меняться желания, вкусы, ценности, появляться многие страхи. Если раньше она там на тарзанках прыгала, то сегодня она сидит, боится, знаешь. Да, вот из этой женщины она превращается в другую, потому что она стала матерью. Так вот, женщина до измены и женщина после измены, это уже другая женщина. А мужчины это часто не осознают. Они думают, что ну все, ну все, мы же как же простили друг друга. Ну она меня простила, все, я стараюсь, мы пошли дальше. И он живет как раньше, а она уже как раньше не может. Она как раньше не может. Вот она и говорит, что что-то надломилось. И поэтому единственное, вам пока я хочу дать совет, когда я напишу терапию, обязательно приходите на нее, я буду давать объявление. А пока это время. Время, вот с этим нужно какое-то время пожить. Хотя бы с этой информацией, чтобы вообще ее принять. Вот у нас, у женщин, есть такая плохая черта, я считаю. Мы многое отрицаем. Мы отказываемся видеть очевидные вещи. Вот мужчины в этом вопросе очень просты. Вот они мне нравятся в этом вопросе. У них все просто. Ему ты понравилась? Он просто хочет с тобой секс. А тебе, если мужчина понравился, ты не хочешь с ним. Ты понимаешь, что это как бы автоматом будет идти где-то по бочке. Но ты хочешь с ним что-то больше. И ты начинаешь накручивать, накручивать того, чего он тебе не говорил, не обещал и даже не намекал. Мы отрицаем очевидные вещи. Он тебе не дарил подарки, я тебе говорила. Но зато он мне дарил эмоции. А потом сидишь и говоришь, он у меня, кажется, скупердяй. Мы надумываем, мы притумываем все то, чего нет. И это, к сожалению, момент отрицания. Мы не видим очевидных вещей в мужчине. Мы не можем конкретно увидеть, что вообще происходит. И действительно, может быть, это достойный человек, этот мужчина. Да, случилось это. Такое бывает, как в той истории. Могут ли мужчины меняться? Могут. Он понял, что он именно в этот момент что-то очень важное для себя потерял. Но это теперь процесс. И я рекомендовала бы все-таки начинать не из точки боли. Не то, что он вернется в семью и как ни в чем не бывало. А может быть, помните прекрасный фильм есть, наш русский «Любовь и голуби», как они встречались, ходили. Какое-то время надо начать как бы все сначала попробовать. А там видно будет. Там видно будет. Но если вы просто скажете «Ладно, заходи, забыли», то он-то забудет, а вы – нет.